Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии Почуварской Республики Екатерина Карпеева. Екатерина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина Владимировна, давайте сегодня поговорим об оформлении земельных участков, о межевании земли, с чего необходимо начать, какие-то, может быть, советы дадим. Давайте первый вопрос такой. Сколько у нас в Чувашской Республике регистрируется прав собственности на землю? В прошлом году у нас было зарегистрировано 87 тысяч прав на земельные участки, а всего 280 тысяч прав и 300 тысяч заявлений. Это в год подается на регистрацию. На что нужно обратить при подаче вот таких заявлений? Когда вы покупаете свой земельный участок, например, в садоводческом товариществе или для индивидуального жилищного строительства, в первую очередь надо проверить, собственник ли земельного участка вам предлагают купить участок. Такой продавец покажет вам либо свидетельство о регистрации, либо выписку из единого государственного реестра прав. С этой выпиской надо ознакомиться, но можно ее заказать самому. Даже это лучше сделать, потому что будут актуальные сведения о том, кто собственник, какие аресты есть. Может быть, охранные зоны на земельный участок. Можно будет все получить в актуальном виде. Выписку у нас можно получить на бумаге и в электронном виде. 200 рублей и 150 рублей, соответственно, цена. То есть получается так, что иногда земельный участок продает не собственник? Ну, это, конечно, уже из разряда мошенничества. К сожалению, такие факты тоже бывают. Вы как раз увидите в выписке, кто собственник участка. А много таких вот случаев бывает, когда это разные люди, им мошеннические действия? Это редкость. Иногда случается. Но вот мы убедились, что собственник и продавец одно лицо. Вот дальше нам что делать? Проверяем наличие арестов. Берем выписку из единого государственного реестра прав. Дальше спрашиваем у продавца совместная собственность или не совместная собственность была на земельный участок. Как приобретали? Если совместная собственность, то нужно будет нотариально удостоверить на согласие супруги на продажу. Конечно, обязательно нужно посмотреть характеристики участка. Даже предварительно, когда просто вот прицениваетесь, ориентируетесь, покупать, не покупать, можно посмотреть характеристики участка на публичной кадастровой карте. Там сразу будет видно и площадь участка, и границы. Установлены ли на местности координаты границ участка? Это тоже очень важный момент. Ну да, потому что очень много информации поступает о том, что границы разные. Кто-то там один сосед у другого отнял, там какой-то кусок, там пусть и 10 сантиметров, но тоже важно. Много ли у нас таких участков с неправильными границами, да? И как вот разобраться в этом во всем, если они условные, правильные, неправильные? У нас, к сожалению, только 40% участков имеют настоящие границы с координатами, которые стоят в кадастре недвижимости. Все остальные участки, они без координат. То есть они неправильные или они просто неучтенные? Они в кадастре даже может быть учтенные, как ранее учтенные. Но по ним в характеристиках участка написано, что координаты не определены на местности. Значит, есть документ на бумаге, что у него есть право на этот участок. А где на местности находится участок, государство не знает. Конечно, собственник знает, но государство не знает. И координаты не зафиксированы в государственной базе данных. То есть это получается, как бы кота в мешке покупаем? Да, абсолютно точно. И есть такие примеры? Вы знаете, их очень много. Они буквально у нас, наверное, какие-то всплывают факты каждый день. Это собственник должен обратиться за определением границ участка или покупатель? Только собственник. Это получается учет изменений характеристик участка. Только собственник может такой учет сделать. И когда, допустим, я хочу купить землю, я должна обратиться к собственнику, чтобы он провел такой учет и обратился, допустим, к вам в управление, чтобы был учет земли как-то проведен на карте уже, да? Чтобы государство учло. Да, чтобы государству уже сообщили координаты, чтобы, во-первых, эти границы не пересекались ни с кем. Потому что, как правило, площадь большая в документе, выписка из похозяйственной книги, если взять сельскую местность, госакт, садоводческое товарищество, там неплохие площади стоят. А на самом деле, при уже уточнении координатной местности площади меняются. С 1 января 2018 года будет введен запрет на продажу земельных участков без межевания. Вот что это? Расскажите подробнее. Да, действительно. Вот если сейчас мы еще по дачной амнистии работаем, что можно регистрировать право не межуя, то с 2018 года вот такое зарегистрированное право нельзя будет ни продать, ни сдать в аренду, ни заложить банку. Можно будет только сначала отмежеваться, определить координаты. То есть с 1 января 2018 года запрет на распоряжение незакоординированными земельными участками. То есть если мой участок не закоординирован, как вы говорите, не обозначен на кадастровой карте, то я его продать не могу. С 1 января 2018 года. То есть у нас еще год для того, чтобы у собственников земли еще год, чтобы это каким-то образом. А много у нас таких участков вообще? 60%. 60%. А как-то вот люди знают об этом или это вот их инициатива, они сами должны об этом узнавать? Их информируют каким-то образом? Дело в том, что они, когда уже захотят распорядиться, просто очень быстро не смогут это сделать. Они сначала должны будут пройти процедуру межевания участка. С 2018 года. С 1 января 2018 года. Так, в принципе, ничего такого обременительного в этом не заключается. Но если окажется наложение границ или какой-то земельный спор, то тогда этот вопрос может затянуться надолго. Это будет тогда у нас непростая техническая работа по загрузке сведений в ГКН, а уже правовой спор. Как у нас тогда обстоят вот сейчас дела с межеванием работ? Ну, наверное, люди обращаются, да? И я слышала, что, допустим, в Цивильском районе были проблемы с выделением семьи многодетной, земли многодетной семье, да? Да, у нас такие случаи есть. И даже муниципальные дороги, бывает, прокладывают на частной земле из-за того, что частная земля была не отмежевана. Вот ее право было по ГУСАКТу, а в кадастре она не стоит, и забора не было. Вот и оказалось, что муниципальная дорога прошла по частной земле. И точно так же у нас получилось по действиям Цивильской администрации, они тоже отмежевали для многодетных семей земельный участок, которые оказались в частной собственности по ГУСАКТу. То есть нужно все учитывать? Да, но это, во-первых, для собственника гарантия защиты прав. Никто уже на его участок не сможет ни залезть, ни заборчик подвинуть, ни каким-либо образом распорядиться его участком. Наши люди пока не привыкли быть хозяином, видимо, на своей земле. Но есть еще такой вопрос. Это вот долевые земли, когда люди получают либо землю, либо по наследству, либо какие-то доли в колхозах нарезались. И мало кто работает на этой земле. Может, действительно, люди, которые живут в сельской местности, работают, а люди, которым досталась земля по наследству, они живут в городе и не обрабатывают. Они обрабатывают, ничего с ней не делают, а налог на землю все-таки приходит, платить приходится. Что с такой землей делать, и вообще как в такой ситуации поступать? Как правило, на руках свесить оправленную земельную долю, либо свесить оправленное наследство на земельную долю. И если не обрабатывают, и еще, более того, не зарегистрировали право, то это основание для того, чтобы эта земельная доля была признана невостребованной в судебном порядке по иску администрации. Сельского поселения. Сельского поселения, да. То есть они обращаются в суд и признают за собой, а потом уже распоряжаются это земельной долей, либо сельхозпредприятия выкупают, либо частные лица на торгах. Ну, вообще, наверное, реально дешевле, лучше отдать им эту землю, чтобы налоги, во-первых, не платить. Да, это процедура бесплатная, это отказ от права на земельную долю, пишется заявление в МФЦ. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за нашу беседу. Приглашаю вас в следующий раз тоже к нам в гости поговорить на актуальные темы по земельным вопросам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была руководитель Росреестра Почуворской Республики Ексерина Карпеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин